У нас сегодня воскресенье, время обеденное. Накрываю стол, у нас завтрак-обед. Все в одном будет. Сегодня Варюшка с Игорьком играются, поэтому, возможно, слышно смех Варюшкин. Куриную грудку я сегодня обжарила и с маринованным лучком смешала. Это шашлык по-домашнему у меня называется. Нажарила много, на ужин хватит, еще и на завтрак хватит. Пока мои любименькие кушают, я сварила себе чашечку кофе. Сегодня кофе у меня из нового бокалика. Больше тринадцать, больше десяти этажей. А ты куда идешь? Куда идешь? Мамуле светила. Мочевать? Да, с марсиком. С марсиком, с котиком понянчиться хочешь? За вашим коротким рукавом. Ой, какая ты. С котиками, чтобы спать. И с игруми. Умничка, идем сразу переодеваться. Даже если будет жарко, он будет потоньше бижамка. Хорошо, давай переоденемся, ручки помой, мы пойдем чай с тобой будем. Давай, малышу все сделаем, пошли. Варюшку сегодня мы отвезли к моим родителям с ночевкой. С воскресенья на понедельник, с понедельника на вторник. Варюша планирует ночевать у моих родителей. Как получится, посмотрим. Потому что варюшка может пересмотреть свои желания и раньше попроситься домой. Так как показала практика, варюшка все равно волнуется, переживает немного, когда находится вне дома. Все равно просится иногда ночевать. Буквально на днях варюшка ездила гулять с родителями Игорька по набережной. Где-то гуляли они часа полтора-два. И уже варюшка соскучилась по нам. Родителям Игорька говорит, я соскучилась по маме с папой, хочу домой. Ну вот, такая у нас девочка переживает, волнуется, нежная. У нас время подошло уже ко сну. И я хочу сказать, что как-то не хватает мне рядом доченьки. Мы привыкли ложиться, мы обнимаемся. Что-то варюшка курлыкает, лежит, рассказывает, рассказывает. А сейчас тихо, непривычно. В общем, я уже скучаю очень сильно. А еще хотела рассказать интересную историю. Варюшка была на подготовке в эту субботу. У них проходило занятие. А у Тимохи была перемена. И он решил к своей сестренке заглянуть в класс. Постучался в класс, поздоровался с учителем и помахал варюшке. Варюшка увидела Тимофея и говорит, Учительница. Это мой братик. Учительница. Шесть лет, они еще такие маленькие. Такие интересные истории происходят. Хотя мы с варюшкой учили, как зовут нашу учительницу. Варюшка запомнила. Дома она несколько раз проговорила. Нашу учительницу зовут Алия Раисовна. Наверное, еще шестилетним деткам сложновато выговорить имя, отчество. Но вот в школе она забыла, как зовут ее учительницу. Поэтому она прям так решила и обратиться к учительнице. Учительница. Доброго дня, мои хорошие. У нас сегодня понедельник, начало новой недели. Тимоха в школе, варюшка у родителей. А я сейчас буду мыть полы. Привет, мой милый друг. Только-только со студии звукозаписи. Включу премьерные треки. Алиса, включи Арбенина. Неторопливая любовь. Включай ночные снайперы. Песня «Неторопливая любовь». Алиса, громче. Громче. Алиса, громче. Хочу помыть микроволновую печь. Я не скажу, что она у меня грязная. Мы всегда пищу разогреваем, накрывая крышкой или пищевой пленкой. Поэтому микроволновая печь у меня достаточно, вроде бы, чистая. Но все равно, заглядывая туда, жира как такового нет, но пыль есть. А мыть я ее буду с помощью воды и уксуса. Налила 2 стакана горячей воды и 2 столовые ложки 9% уксуса. Ставлю в микроволновку. На самую высокую мощность. На 10 минут. Прошло 10 минут. И еще плюс дала 10 минут, даже чуть побольше постоять. Здесь все раскисло. Теперь нужно помыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, микроволновка чистая. У нас сегодня 18 октября. Тимоху проводила в школу. Сама села монтировать видео. Котик со мной рядышком. Внутричком у нас здесь любит проводить время. Поставила разогревать молочко. И сегодня мы едем за варюшкой к моим родителям. Вчера на ночь она уже писала, что соскучилась. Когда наши детки ночуют у родителей, нам их очень-очень не хватает. Мы очень-очень сильно скучаем по ним. Бокалики высокие. И вот с этой подставочкой, она стоит всегда здесь, на этом месте, бокальчики не входят по размеру. Они высокие. Поэтому эту штуку приходится убирать. Мы едем за варюшкой. Вся семья в сборе. Классно. Ребят. Мы соскучились. Знаете, мне одну бабуля подарила. Одну и что-то купила. Пойдете, покажу. Такую купила мне бабуля. Фигурка. Это откуда? Из игрушки кулинов. Охотники за привидениями. Это не привидение, а это снеговик. Снеговик? Я думаю, что это привидение. Он уже такой? Что-то он немножечко, конечно... Учитель. Учитель? Им такое подарила щеточку. Ой, чтобы прочесывать. Гуловки и вот это. Леснички? Леснички. Боня, Боня, сейчас ты мне опять микродерма уже денешь. Боня, словачка. Боня, вот этот пупсокик нам. Боня. А я себе тоже. Собака собака. Я тоже себе пирсик сделала. Тоже сделала? Ко-о-о-о, еще и Кузя, ну Ко-о-о. Соскучились. Соскучились, моя хорошая. Кузя, по мне, смотри, какой у меня пирсик. Смотри. О, какой пирсик. О, какой пирсик. Вы соскучились, что ли? Снова до головы готовы обрезать. Тебя тоже? Да, видимо, тоже соскучились. А как они так быстро соскучились? Не знаю, Кулька. Для минуты. Люблю, люблю вас. Всех люблю. А мы будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели наш влог. Будьте здоровы, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока. Пирсик. Угу. Супер. Пусть я так. Пирсик. Пирсик.